Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала разговоры о оружии газовым на примере полуавтоматического пистолета Вальтер модель P99 производства западно-германского концерна Умарекс хочу представить вам его небольшой обзор собственно, приступим комплект в комплекте с пистолетом идет некоторое количество бумажек самая большая, самая красивая рекламная здесь контакты фирмы и изображение аналогичных товаров которые может предоставить эта фирма честно говоря, разбегаются глаза обязательная инструкция пользователя инструкция весьма объемная здесь все тщательно изложено написано нарисовано показано стрелочками занимает все это дело ни много ни мало 63 страницы немцы уделили этому достаточно внимания есть еще такая красненькая бумажечка attention, important, achtung важно весь смысл этой бумажки сводится к тому, чтобы донести до пользователя одну простую мысль в изделии допускается использование только качественных фирменных боеприпасов в случае использования некачественных нефирменных боеприпасов фирма не гарантирует стабильную работу возможно разрушение и в этом случае не несет никаких гарантийных обязательств следуем далее также в комплекте стандартный ершик для чистки насадка для запуска 15-ти миллиметровых сигнальных ракет ну и собственно сам пистоль да пистоль поставляется в таком удобном пластиковом кейсике действительно удобном для хранения транспортировки здесь вальтер наклейка название фирмы модель цвет черный калибр 9 миллиметров штрих-код основное предназначение пистолета спортивно-развлекательная стрельба стандартными холостыми 9-ти миллиметровыми патронами 9 на 22 или при использовании патронов газовых какая-никакая активная оборона от разного рода плохих людей которые будут на вас посягаться вот так это дело все у нас выглядит можно назвать его композитным композитным его можно назвать почему в лучших традициях своего боевого старшего собрата выполнен он наполовину из пластика наполовину из металла из ударопрочного пластика выполнена рамка пистолета спусковой крючок пятка магазина целик вот эта задняя крышечка и кнопка снятия с боевого взвода из металла то бишь сплава который называется ЦАМ цинки алюминий медь магний еще что-то там выполнено затворная рама ствол патронник некоторые части ударно-спускового механизма и мушка из стали сделаны небольшие детальки некоторые тяги ударно-спускового механизма корпус магазина ну и опять же возвратная и боевая пружина ударно-спусковой механизм ударно-спусковой механизм двойного действия допускает стрельбу как самовзводом так и предварительным взводом куркового типа курок спрятан внутри сразу следует обратить внимание на несколько его особенностей первое это отсутствие кнопки выброса магазина здесь ее роль выполняет вот этот рычажок часть спусковой скобы нажимается книзу таким образом осуществляется выброс магазина вторая особенность это отсутствие какого бы то ни было механического предохранителя здесь его нет в принципе а его роль выполняют на мой взгляд первое это достаточно длинный ход спуска и в самой конечной точке он очень тугой то есть требуется значительное усилие дабы выстрелить самовзводом и второе это кнопка декокер или кнопка снятия с боевого взвода которая во взведенном положении снимает его с боевого взвода без производства выстрела магазин магазин вмещает в себя магазин двухрядный отъемный коробчатый вмещает в себя 15 патронов и он действительно вмещает в себя 15 патронов это уже проверено разборка пистолета осуществляется следующим образом в первую очередь убеждаемся что пистолет разряжен полостой спуск в сторону где мы точно знаем что никого нет далее следует освободить вот эту не знаю даже как ее назвать защелку фиксатор фиксатор затвора для этого его нужно вытащить на себя для этого нужно немножко постараться потому что эта зараза очень тугая после этого оттягиваем затвор на себя чуть-чуть приподнимаем и движением вперед снимаем его с оси ствола после этого отделяется направляющая возвратная пружина и вот эта деталька в которую эта боевая пружина возвратная пружина входит разборка полностью осуществлена деактив ствола деактив ствола выполнен следующим образом внутри сразу за патронником стоит стальной каленый штифт а далее вдоль всего ствола идет крестообразный сепаратор также стальной вот его здесь видно немножко который исключает выстрел любым нештатным боеприпасом сборка пистолета осуществляется в обратном порядке сначала на место устанавливается вот эта деталька что ж такое-то ну давай возвращайся на место можно в принципе сделать вот так сначала одеть на направляющую возвратную пружину а потом уже установите на место после этого одевается затвор и после этого нам нужно установить на место защелку фиксатор затвора для этого нужно вот так совместить пазы на затворе и раме пистолета просто поставить ее на место все работает значит собрали правильно хочу сказать несколько слов это мое личное мнение пользования этим пистолетом первое очень удобный лежит в руке как плитой эргономичный пластиковая рукоять очень приятные руки но одновременно с этим можно еще сказать что он достаточно тяжелый хотя конструкторы попытались облегчить его за счет пластиковой рамки и он очень габаритный его очень неудобно носить с собой то есть если предполагать его ношение как оборону да как газовый пистолет для необходимой обороны то он очень габаритный ну скажем летом футболка шорта его особо с собой не поносишь но опять же если предполагать его как использовать для самообороны как газовый пистолет емкий 15 патронный магазин это существенное преимущество как-то так опять же возможность взвести его и снять с боевого взвода при наличии патрона в патроннике это существенный плюс опять-таки для самообороны потому что для произведения выстрелов не нужно будет дергать затвор достаточно будет нажать просто нажать на спусковой крючок при этом пистолет будет оставаться полностью в безопасном положении на этом в общем-то и все благодарю вас за внимание подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео